В Симферополе проходят праздничные мероприятия, приуроченные к шестой годовщине русской весны и референдума о статусе полуострова. Первые лица республики и крымчане возложили цветы к памятнику народному ополчению всех времен. Цветы возложили глава Крыма Сергей Аксенов, председатель госсовета Владимир Константинов, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а затем члены правительства республики и крымские парламентарии. Сергей Аксенов поделился с журналистами воспоминаниями о событиях 16 марта 2014 года. 16 марта для Крыма исторический день. Вы знаете, после Дня Победы, после самого великого праздника, наверное, это второй позначимости для крымчан, я лично не сомневаюсь, судьбуновный праздник. На мой взгляд, то, что было сделано, историческое решение, принято президентом, поддержанное всеми россиянами, вы видите, как Крым за это время так или иначе, поверьте, сдвинулся с мертвой точки. Глава республики Крым выразил уверенность в том, что правительство полуострова выполнит задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, и оправдает доверие крымчан. Да, не все вопросы решены, не все сделано. В некоторых программах мы еще в начале пути находимся, но, тем не менее, есть уверенность в завтрашнем дне, есть уверенность, что наш лидер, наш президент, вся страна поддержит Крым, но так оно и есть, не на словах, а на деле. Напомним, празднование годовщины русской весны в Симферополе было под угрозой срыва из-за распространения коронавируса. Однако массовые мероприятия решили не отменять, но отметить их скромнее, чем обычно. Слава Богу, сегодня по коронавирусу в Крыму все спокойно, установка благоприятна, тем не менее, штаб работает в полном режиме. Сегодня у нас собирается штаб по противодействию распространению коронавируса. Уверен, все необходимые меры будут приняты. Продолжение следует...